Так, Дмитрий Алексеевич вижу, не спит. Дмитрий Алексеевич, я там слышал, что Додон что-то разошелся сегодня вечером. У Голи Нартера, у меня просто не очень есть, не везде ловит интернет. Значит, нахожусь в лесу, провожу новую тренировку. Так, вижу, Шеремет подключился, Домнович и Примар. Ребят, собственно говоря, я не хочу задерживать перед выходными, перед праздниками ваше внимание. Значит, я очень расстроен тем, что происходит в стране, именно то, что касается стихийных бедствий. Я хочу поблагодарить всю нашу команду в Бельцах. Я хочу поблагодарить активистов в Кишиневе, всех наших Примаров по всей стране, которые очень четко выдержали удар. Выдержали удар, я имею ввиду, связанное со стихийными бедствиями, да? Потому что, вы знаете, с моего детства я вот не мог вспомнить ни одного раза, когда я, например, с родителями, с родственниками приходил на кладбище, и вот чтобы на родительский день лежал снег. Такого на самом деле никогда не было. Поэтому я хочу сказать, что вы молодцы. Я был очень тронут, сейчас сделал буквально перепост, увидев новость, что активисты нашей партии участвовали в разборке всех этих завалов по Кишиневу. Бельце затронуло не так, как Кишинев, но в Бельце коммунальные службы работают в нормальном режиме. И хочу поблагодарить всех тех, кто онлайн мне сообщает доклад в эту информацию, не только там, где есть наши примары, в том числе и по всей стране. Поэтому вы молодцы. Огромное вам спасибо. Я горжусь тем, что мы являемся с вами одной большой дружной семьей, мы являемся одной большой командой. Мне написали, что царь Куркан назвал нашу команду группировкой. Это он уже косит под публику ТВ. Я попросил, чтобы мне вырезали там все эти цитаты, что он говорит. Ну, послушайте. Датон говорит сегодня то, что ему командует Плохотнюк. Плохотнюк дал ему команду выйти выступить в просмешанную систему. Он вышел, сделал это на третий день Пасхи. Если, поверьте мне, Плохотнюк даст ему команду, то он выйдет и 8 марта в 8 утра, и 23 февраля в 23.00. Если надо, он об очередной комбине Плохотнюка сообщит даже во время своей следующей президентской речи в 23.59, 31 декабря, когда вся страна ждет, чтобы их кто-то поздравил с Новым Годом. Но мы сделаем так, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Мы будем поздравлять всех граждан Молдовы с Новым Годом. Мы будем... Вы понимаете, сегодня, если даже из-за присутствия Дадона на молдавской политической арене, в чем есть и наша вина, и моя непосредственно, да, то сегодня в присутствии Дадона мы имеем в Молдавии птичий гриб, который пропагандирует Дадон. Плохотнюк ему внес этот вирус, Дадон его просто молчаливо распространяет. Но вы знаете, что когда... Я смотрел в разных странах, как бы, в том числе, где-то в России там находили какие-то фермы, где птичий гриб, к сожалению, птичьим грибом заболели там 5 тысяч птиц, 10-15, то как-то это весь... всю эту ферму ликвидировали для того, чтобы, ну, эта эпидемия не распространялась. Поэтому сегодня, если наш царь Куркан будет распространять эпидемию плохиша по всей стране, а он уже ее не только распространяет, а пытается в том числе легализовать, то, ну, да, ну, приедет Дадон еще раз 9 мая на парад в Москву. И после этого он просто нужен. Вы понимаете, что сегодня любая птица, особенно с красным вот этим вот грибешком, она как бы приветствуется. Но поверьте, что мы найдем возможность сегодня избавить страну от птичьего гриппа и вот всей этой индюшинной болезни, потому что сегодня, когда мы находимся под прессингом, когда сегодня наши люди исключительно сидят в тюрьмах, когда я, к сожалению, не могу вернуться в страну, и это наша маленькая девочка выходит и оскорбляет нас, называет моих людей, наших людей группировкой. Ну, так может поступить просто, ну, просто последняя мразь, понимаете, и человек, у которого в жизни ничего не святого. И Дадону должно быть стыдно, потому что сегодня, если он думает, что он просто будет жить в кондрице, будет получать какие-то бабули от плохотнюка и так далее, и у него будет потом достойная старость, то хочу сказать, что, Игорь Николаевич, ты ошибаешься. Ты будешь вместе с плохотнюком жить на каком-то голубинном острове в Таиланде, которых у плохотнюков достаточно, но ты будешь жить там только в том случае, если этого захочет сам плохотнюк, потому что у него достаточное количество людей, которых он должен вывести туда вместе с собой. Поэтому, ребят, я вас всех очень люблю, я благодарю вас за то, что вы делаете, еще раз хочу поблагодарить всю нашу команду, которая вкалывает по всей стране. Ребят, не расстраивайтесь, давайте только на позитиве, потому что на позитиве мы обязательно победим, и обязательно все вот эти негодяи, которые довели страну до того состояния, в котором она сегодня находится, они за это ответят. И для меня сегодня, когда спрашивали, зачем усатый ты голосовал за Додона и так далее, а я вам сейчас объясню, для того, чтобы Додона просто потерять вместе с плохотнюком, заспиртовать их. Помните, когда мы ходили на биологию в школе, когда нам показывали заспиртованных змей, заспиртованных лягушек и так далее, а у нас будет и заспиртованный плохиш, и рядом заспиртованный куркан. И на этом все закончится, и с молдавской политики они оба исчезнут. А мы вместе с вами сделаем все для того, чтобы вернуть стране то, что у нее эти негодяи украли. А наши дети, наши внуки будут ходить на биологию, будут видеть нашего куркана, нашего плохиша, и прочую нечисть, которая сегодня присутствует в стране. И мы обязаны это сделать, либо страна перестанет существовать, как я говорил в 2014 году, максимум до 2018 года. Я вас люблю, хорошего всем вечера, делайте, пожалуйста, репосты, те, которые находятся онлайн. И я уверен, что все у нас получится. Обожаю вас, люблю, пока.